Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня о Европейской неделе иммунизации. Более подробно об этом расскажет наш гость Елена Алексеевна Паненкова, начальник отдела Эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как проходит эта неделя, что она собой представляет и, может быть, какие-то планы у вас уже есть? Ну, что я хочу сказать, что ежегодно на территории Российской Федерации проводится эта неделя иммунизации. В этом году она пришлась на 21-21 по 26 апреля. К этой неделе иммунизации мы готовимся, то есть проходит очень много организационных мероприятий и начали готовиться с января месяца. То есть у нас есть план специальный, который мы его разработали, утвердили в правительстве, где есть перечень мероприятий. В основном участвуют в проведении этой недели иммунизации задействовано много ведомств. Это и Министерство образования, это Министерство здравоохранения непосредственно, Министерство соцзащиты, а также очень активно принимают участие студенты и преподаватели Медицинского университета нашего. Там расписаны мероприятия, в основном, конечно, они все направлены на информацию доходчивую до людей о вакцинопрофилактике, о заболеваниях, которые можно предотвратить вакцинопрофилактикой. Те инфекции, которые зависят от применения вакцин, которые можно предотвратить применением вакцин. И вот как раз эти дни, недели этой иммунизации, направлены на те слои населения, во-первых, труднодоступное население, ну, я могу сказать, цыгане, то есть с кем трудно работать, может быть, те, которые далеко живут в сельской местности. Именно те, которые, как мы бы сказали, такие отказники, которые отказываются вообще от всех прививок. То есть не от какой-то, а от всех прививок. Мигрирующее население тоже к ним же относится, цыгане, эмигранты. Вот, и поэтому именно в эти дни и в преддверии этих дней именно медики, социальные работники, вот волонтеры из мединститута, из других институтов студентов, они как раз работают с этим населением, с труднодоступным, которым надо объяснить, что это такое, что вакцинация – это профилактическая медицина. И так как от какой-то болезни есть таблетка, то от инфекционных заболеваний, чтобы предотвратить, есть прививка. И, конечно, когда мы приходим к врачу лечебному, и уже когда ребеночек болеет, или мы сами болеем, и нам говорят, что вот вы бы приняли лекарство, то все соглашаются на это. А когда ты пока здоров и не предполагаешь, насколько опасно то или иное инфекционное заболевание, поэтому у нас как бы есть право выбора, привиться или не привиться. Но многие очень боятся как раз побочных действий и реакций от прививок. Расскажите о них. Ну я что хочу сказать. Конечно, что такое вакцина? Вакцина – это чужеродный белок. Там содержится антиген. Но мы его уводим для того, чтобы у нас выработались антитела. Это те частички, которые создают наш иммунитет. Поэтому даже при заболевании, любом инфекционным заболеванием, у нас вырабатываются как раз эти антитела, которые впоследствии пожизненно нас защищают от той или иной инфекции. А вакцина вводится в тех дозах безопасных. И как раз она и способствует для того, чтобы выработка была антител. Я хочу сказать, что конечно, и от вакцинации, и от любой прививки, мы если откроем инструкцию, там будут написаны противопоказания, что может быть там, какие-то побочные действия от этой вакцины. Но любой лекарственный препарат, мы если откроем инструкцию, там тоже самое будет написано. И я хочу сказать, что еще, что реакция на прививку, вот я сейчас говорила, что да, вводится чужеродный как бы белок, реакция на прививку, в принципе, она должна быть. И вот в инструкции это написано. То есть вместо укола может быть покраснение. Например, там прививка есть такая, АКД 100, и на следующий день может подняться температура. То есть это все в пределах того, что это так может быть. И любая таблетка протестамола, она снимает эти явления, и все на второй день, на третий день ребенок или взрослый, он уже здоров. То есть это все, когда предусматривается вот этими вот регламентами. Либо там на коревую вакцину, может, там на пятый, шестой день. То есть мы это все знаем, все знают медики. В эти дни медицинские работники обязательно приходят или отзванивают человеку, или наблюдают, особенно ребенка, они должны прийти в этот день, когда написано, что там может какие-то проявления быть. Обязательно проверить, сделать запись, что, какая реакция, что там. Но я вам хочу сказать, что реакция на прививку, ну, бывает один процент, а может быть, даже и меньше, как и может быть от любого лекарственного средства. Поэтому, а инфекционное заболевание, которое может перенести человек, например, такое, я считаю, что страшное заболевание, полиомиелит. Раньше дети болели, и мы могли видеть, как даже сейчас, ну, сейчас уже редко взрослых, может быть, людей, которые могут хромать, они остаются инвалидами на всю жизнь. Сейчас полиомиелита у нас не регистрируется. У нас не регистрируется натуральная оспа, которая была вообще ликвидирована. И сейчас мы даже не вакцинируем против нее. Почему? Потому что ни одного случая во всем мире нет. Есть такое понятие, как живая вакцина. Есть ли сейчас такие вакцины, и что они собой представляют? Ну, мы сейчас не будем на этом останавливаться. Конечно, есть живые вакцины, есть неживые антоксины. Но я думаю, что вот я эпидемиолог, и как бы я, это немножко не моя специальность. Это лучше либо к бактериологам обратиться, либо есть те люди, которые именно разрабатывают эти вакцины. А так, да, есть у нас живые вакцины, есть антоксины, которые не живые, а убитые вакцины. Но реакция и само введение, оно практически одинаково, ничем не отличается и такие, и другие вакцины. Расскажите, как и когда работают прививочные кабинеты? У нас с 21 по 26 число будут работать все прививочные кабинеты. У них будет продлен срок работы, чтобы было удобно, может быть, родителям привезти ребенка. Я прошу, даже призываю всех, озаботиться своим прививочным статусом, посмотреть, от чего мы привиты, от чего мы не привиты. Это можно сделать в лечебном учреждении, медицинском своем. Проконсультироваться, я могу дать перечень телефонов, в которые можно обратиться у специалиста. И по возможности привиться, и быть здоровым. И если есть такая возможность сделать профилактику, чтобы не заболеть, это же большое дело. То есть предупреди, чем заболей. Лучше предупредить болезнь. Есть ли телефоны горячей линии, по которой граждане могут задать интересующие вопросы? Телефоны я назову все телефоны управления Роспотребнадзора по Рязанской области. 92, 98, 50. Это заместители начальника отдела. 92, 90, 15. Мой телефон. И я бы дала еще аллерголога, иммунолога. 25, 36, 60. И Министерство здравоохранения. 98, 32, 88. То есть можно по этим телефонам позвонить. И еще телефон горячей линии управления Роспотребнадзора. 8 800, 100, 22, 62. Он бесплатный. Можно позвонить с сотого телефона. И вас проконсультируют по любому вопросу. Где мы можем узнать перечень инфекций, по которым проводится вакцинация в эти дни? На сайте управления Роспотребнадзора в течение недели будут вывешены все инфекционные заболевания, которые можно предотвратить вакцинацией. Будет данное описание заболевания. Насколько оно опасно. И как можно привиться. Что можно для этого сделать. Вот поэтому читайте на сайте управления. Можно прочитать информацию. Еще раз себя проучить. Или повысить свои знания. И быть грамотным. И привиться надо. Будет тот, кто пожелает. И сможет привиться в эти дни. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!